Привет всем! Вы на канале Валерий Лайф. Сегодня первый день распродажи Лиз Вутьей. Я решила заехать и посмотреть, что же там есть интересненького. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Я постараюсь выложить это видео уже сегодня вечером, чтобы вы не пропустили другие дни, потому что сегодня пятница, это первый день распродажи. Завтра и послезавтра также будет распродажа, если не ошибаюсь, еще два выходных, еще две недели будет распродажа Лиз Вутье. Если вам будет интересно то, что они там предлагают, вы еще успеете туда заехать и посмотреть. Ну все, девчонки, поехали! К сожалению, очень-очень много людей, все парковки забиты. Это третья парковка и я не удивлюсь, что мне может даже не хватить места. видно, ведь сама распродажа идет всего лишь полчаса, 40 минут всего лишь, как открылось и уже столько людей. Распродажа Лиз Вутье проходит, как всегда, в самом офисе Лиз Вутье в складском помещении. И здесь вроде бы достаточно места для парковки, но, как я уже сказала, это третья парковка и огромное количество машин стоит в очереди и ждет своего места. Все, поехала. Надеюсь, мне место будет. Мне повезло, в итоге я нашла место, но парковка просто забита и машины, которые подъезжают, заставляют покидать парковку, потому что блокируется улица. Но мне повезло, поэтому посмотрим, что там внутри. Я пошла и приглашаю вас с собой. Продажа очень напоминает осеннюю, потому что я вижу повторяющиеся продукты. Тот же тоник для лица в синих бутылочках, также молочный тоник, который я купила в прошлый раз, салфетки для снятия макияжа. Единственное, что новое, так это они добавили мицеллярную воду. Из нового появилась пенка для снятия макияжа и гель для снятия макияжа, 3D увлажнения. В прошлый раз этих продуктов не было. Как и в прошлый раз было очень много кремов, очень много наборов с кремами. Но я ничего для себя не брала, потому что, во-первых, цены кусающиеся, наборы в районе 60 долларов и выше. Кремы тоже в районе 25-30 долларов и выше. Но и мне пока уходовая косметика не нужна, мне пока кремы не нужны. гель, поэтому я на них особо не зациклилась, даже не рассматривала внимательно. Просто прошла с камерой для того, чтобы вы видели, что есть. Как вы видите, конечно, на проспродаже люди есть, стойки не пустые. Но подойти, потрогать, почитать, поспрашивать возможность была. И я даже не знаю, куда делись все эти люди, машины которых остались на парковках. Также было много парфюмерий. Мне показалось, что примерно та же парфюмерия, что была представлена и осенью. Вы знаете, запахи больше для женщин 60 и выше. Такие немолодежные запахи, поэтому я ничего себе не брала. На этой стойке также парфюмерия и гели и лосьоны для тела, парфюмированные гели и лосьоны для тела. Как всегда, стойка с косметичками, всякими сумочками и шарфиками. Это стойка с румянами, пудрами, тональными основами. Пудра и тональные основы тоже, к сожалению, не дешевы. Все в районе 30 долларов. Продолжение следует... Были две стойки с лаками. Вот эти лаки по 5 долларов, также были лаки по 3 доллара. Вот эта серия лаков, девочки, они не стойкие. Я взяла в прошлый раз, мне не понравилось, как они себя ведут. То есть, лакс обдирается фактически на следующий день. Стойка с тенями. Тени были за 15 долларов. Также можно было тени найти за 3, за 5 долларов, ну и выше. То есть, самая дешевая цена была 3 доллара. И, если не ошибаюсь, самая дорогая 27. Но палетки неплохие. В этот раз большой выбор тени. Если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году фактически вообще ничего не было. Также в этом году минеральные тени. Я в прошлый раз взяла 2 цвета. Сегодня добрала еще один. И в этот раз был выбор побольше. Вот здесь все такое с блесками. Наверное, это больше для молодежи. Цена такая 10 долларов. Не для меня. Уже не для меня. Это стойка с губными помадами. И помады не дешевые. Все в районе 15 долларов. А вот это блеск для губ за 2 доллара. Девочки, я его не рекомендую. Потому что он производства 2013 года. Так мне сказала девочка-консультант. И стоит всего лишь 2 доллара. Все на него бросаются. Но обычная вазелиновая основа. Я сначала схватила 3 штуки. Думаю, вот цена 2 доллара на подарки пойдет. А потом, когда мне эта русскоговорящая девочка сказала, что они производства 2013 года. Я все вернула назад. Карандаши, к сожалению, не дешевые. Хотя мне и нужен был карандаш для губ. Но здесь я ничего для себя не подобрала. Вот лаки за 3 доллара. Девочки, я взяла себе очень удобная кисточка. И очень интересные цвета. Так что, если кому нужны лаки, то обратите внимание на эту стойку. Эта стойка с блесками для губ. Были блески за 5 долларов. Обратите внимание, очень удобная кисточка. Все, девчонки, я скупилась. Я скупилась и смотрю по ределу. Парковка. Сейчас сколько? Наверное, где-то 3 часа. Начало четвертого. И уже так свободненько. И сегодня распродажа работает до 7. Так вот, что я вам могу сказать. Людей не так уж и много. Если сравнивать масштабы распродажи с Лореаль, то здесь поскромнее, потому что все находится на складе компании Лиз Вутье. Не такие уж большие территории. Ну, достаточно места. Почему делаются распродажи в Лиз Вутье? Если какие-то магазины не продали определенную коллекцию, все это возвращается в офис Лиз Вутье. И они это все выставляют на распродажу. Это не обязательно просроченные продукты. Я все посмотрела. Просроченных продуктов нет. Но все равно проверяйте срок годности. Когда я вам буду показывать, что я купила. Так что, чтобы не пропустить следующее видео, подпишитесь на мой канал. Так вот, когда я буду вам показывать, что я купила, я вам обязательно расскажу, как смотреть на срок годности. Потому что не на всех продуктах указан срок годности. Но там есть свои секреты. Что касается цен. Девчонки, если вы думаете, что на распродаже Лиз Вутье можно найти что-то за 2 доллара, то даже не едьте. Кремы дорогие. Если честно, я сегодня не брала никакие кремы. Во-первых, потому что я еще не все использовала с прошлой распродажи, а брать впрок нет смысла, потому что следующая распродажа будет в ноябре. И к ноябрю я уже закончу всю свою косметику, я надеюсь. И уже будет смысл что-то брать свежее. Кремы не дешевые. Все в районе от 10 долларов и выше. Даже есть цены 60 долларов. Выше 60 я не помню. Но то, что есть кремы за 60 долларов – это факт. Много наборов с кремами. Если у вас что-то сейчас закончилось, то я рекомендую вам заехать. Вам понравится. Мне нравится косметика Лиз Вутье. Цены. Да, есть продукты по 3 доллара. По 3 доллара – это тени, лак для ногтей и, наверное, все. Мне нужен был карандаш для губ. Вы знаете, я не купила ни одного, потому что выбор небольшой, а цены такие – 15 долларов карандаш, 10 долларов вроде бы. Ну, девочки, как бы мне жалко. На распродаже за 15 долларов карандаш я уже дождусь распродажи Лореаль. Там были цены поприятнее на карандаши для губ. Были цены 5 долларов. Что было по 5 долларов? По 5 долларов был бибикрем. По 5 долларов были тени. Что же еще было по 5 долларов? Ну, вообще-то, если честно, вся продукция начинается с 10 долларов. Вот цены 10 долларов и выше можно встретить намного чаще, чем цены 3 и 5 долларов. Много интересного. Даже несмотря на то, что мне вроде бы как ничего не нужно, но я все равно умудрилась прикупиться. купила несколько продуктов из декоративной косметики. Из уходовой косметики купила только умывалку. Умывалку и мицеллярную воду. Потом вам покажу, потому что мицеллярной водой я умываюсь каждое утро. И это у меня такой улетающий продукт. Ну и, соответственно, гель или пенка для умывания, сами понимаете, это то, без чего жизнь невозможна. Поэтому я это купила. Попробую. Расскажу, что и как. Ну вот, наверное, и все. Я взяла себе очередную визитную карточку от Лиз ВОЧЕ с расписанием следующих распродаж. Следующая распродажа будет в ноябре. Поэтому я надеюсь, что к тому моменту я уже все израсходую. мне будет еще что вам рассказать и что купить в следующий раз. Вот. Если вам интересно, если вы любите эту косметику, то заедьте. Людей немного. Несмотря на то, что была парковка забита. Но подойти и пощупать, и посмотреть, и поспрашивать было вполне реально. Единственное, была очередь. Я почему-то переживала, что очередь будет на вход в помещение. Очередь была на кассы. Но очень быстро, очень быстро она прошла. Потому что, если я не ошибаюсь, там, наверное, или 10 или 12 касс работает одновременно. И на каждой кассе по два человека. Очень все быстро. Молодцы. Хорошо организовано. Ну вот и все, мои дорогие. Как я уже сказала, если вы не подписаны на мой канал, то подписывайтесь для того, чтобы не пропустить мое следующее видео, в котором я вам расскажу и покажу, что я купила. А я с вами прощаюсь. И до следующих видео. Пока. Сейчас начинается время пробок. И сюда я доехала очень быстро, а назад мне, наверное, придется постоять, поспать в какой-то из пробок. Ну все, поехала. Пока-пока.